В России снизилась средняя ставка по депозитам в 10 крупнейших банках. Многие говорят с тенденцией, мол, вклады уже не будут приносить такой доход, как в прошлом году. Правда, в частных банках, которые ведут агрессивную политику по привлечению депозитов наоборот, ставки растут и достигают рекордных значений. По экспертным оценкам, в январе в крупнейших банках ставки по депозитам упали примерно на половину процента. Теперь средняя ставка меньше психологически важного барьера в 10%, 9,8%. Лидирующие банки, в их числе государственные, сейчас не испытывают острой нехватки денег и потому рисковать, задирая ставки, они не хотят. Главное, держаться выше инфляции, говорят там, то есть выше восьми пунктов. Не гонятся, сломя голову за вкладчиками и банки, которые имеют стабильную финансовую подпитку из-за рубежа. У нас динамика очень хорошая была в октябре, октябрь-сентябрь месяц 2012 года. То есть приток достаточно интересный по физическим лицам. А конец года, как показал, наоборот, все затихло и люди больше увеличили, так скажем, свои интересы в сторону кредитов. Несмотря на не самые высокие ставки, в прошлом году в банковскую систему влился 1 триллион 700 миллиардов рублей. Эксперты считают, что столь серьезный приток во многом логичен. Вкладывать с большей отдачей сейчас сложно. Рынок недвижимости уже не растет, как в докризисные времена фондовые индексы стагнируют. Сейчас мы видим, что все банки, которые предлагали так новогодние предложения, повышенные ставки, то есть его сняли. То есть общая тенденция к небольшому снижению. Но это в первую очередь связано с тем, что улучшений в экономике нету мировой. И американцы, и европейцы, и даже банки Японии уже подтвердили, что будут стимулировать экономику печатанием денег. То есть денег будет много. Но если крупные банки не рискуют, то развивающиеся вынуждены это делать. Тем более, когда нет помощи из-за рубежа и государственных денег никто не дает. Частные финансовые институты привлекают вклады под 11-12%. Но если поискать, депозит будет еще доходнее. Большие проценты буквально манят граждан. Один из частных банков за прошлый год увеличил свой портфель депозитов на 50%. В среднем конкурентно способная ставка это где-то 11-12% годовых. Мы предлагаем сейчас своим клиентам 13% годовых. То есть, соответственно, мы наращиваем свой вкладной портфель. Ну, и, как я уже сказал, то есть кредитуем достаточно быстро, хорошо население. Причем горожане доверяют частным банкам. В последние годы финансовый рынок обходится без резонансных банкротств. Система стабильна. Еще один козырь банков второго эшелона – страхование вкладов. Большинство депозитов на сумму меньше 700 тысяч рублей. А значит, государство гарантирует их сохранность. Эксперты сейчас осторожны с оценками, что будет с депозитами в ближайшем будущем. Все зависит от состояния экономики. Но, скорее всего, серьезных колебаний процентных ставок не будет. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru Виталий Поляков, Сергей Кашин. Афонтово новости.